Всем привет и хорошее настроение. Здравствуйте, дорогие единомышленники. Привет всем зрителям нашего канала. Семен, подвинься. Сегодняшний наш обзор, да что ж ты такой противный-то, уходи. Будет посвящен трофеям с блошиного рынка на удельной, Сема. Иди сюда в сторонку. Итак, поход на рынок сегодня был в более раннем ролике обзоре. Что там происходило, вы видели. Морозно, морозно сегодня на рынке. Не думал даже, что что-нибудь интересное куплю, но тем не менее, кое-чем затарился. Итак, начнем по порядку. Первое, что я купил, это было три замечательных вот таких номера журнала Кругозор. По-моему, у меня их в коллекции моей нету. Знаете, да, что это за журнал такой с дырочкой посередине, квадратненький? Это именно журнал для не только чтения, но и прослушивания. Такая медиапродукция старых лет. Вот видите, в них находятся вот такие синенькие пластиночки мягкие, которые можно, прям не вынимая из журнала, прослушивать на проигрывателе. Такой замечательный журнал Кругозор. Вот. И номера у меня 71-й год, четвертый номер. Ох, какой там космонавт великолепный летит. А на обратной стороне обложки, а, приятный сюрприз. Адриана Чайлентана, которого я очень люблю. Молоденький еще. Кругозор номер 9 за 1964 год. Меня еще на свете не было, господи. Кругозор 9 за 1964 год. Если у нас не будет, то все такое... Да, ну вот, что нам пиликает. Кому не спится. Цена 1 рубль, кстати, всего. Потом он стал рубль 50 стоить. Вот. И Кругозор под номером 2 за 1965 год. Надо кого-то упокоить. Кругозор номер 2 за 1965 год. Тут сообщение мне шлет. Тоже все такие древненькие. Вот. Цена 1 рубль. Замечательная фотография с малышом и собачкой. О, и тут еще даже... О, белые пластинки в нем. Ну-ка, ну-ка, а в этом какие? Да, и тут тоже белые. Белые с красным, так сказать, текстом. В 64-м году шли белые с красным текстом, потом пошли просто белые в 65-м году. Так это... Дело в том, что это вот еще импортная, зарубежная. По-моему, французская масса, из которой делались вот эти вот диски. Но тут, к сожалению, диски, по-моему, далеко не все... А нет, 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 нет. Все диски целы, все на месте. Вот, друзья, хвастаюсь и радуюсь. Дальше я, конечно же, купил некоторое количество пластинок. Вот, патефонки в основном сейчас беру, винил не беру. Вот. Что у нас из патефонок на сегодня? Эдита Пьеха и ансамбль Дружба. Твой отец. Пластиночка, ну, в неплохом состоянии. А на другой стороне наш сосед. Помните эту песню? Эдит и Пьехи. Ансамбль Дружба и Эдита Пьеха. Так, далее пластиночка у нас вот такая. Она не совсем по формату конверта, просто другого конверта не было. Мелодия, Таллинская, по-моему, студия грамзаписи. Потому что написано Мелодия, латиницей. Скану Туруфабрика, Сканпулу Фабрика. Да, какая-то из наших прибалтийских республик выпускала эти. Тоже на 78 оборотов. Ух ты, тут как она сильно испорчена. Будем смотреть. Трио. Майя Кристаллинская. Трио из оперетты, 100 чертей, 1 девушка. А также на другой стороне песни Текстильный городок, Который тоже очень люблю. Городок наш, ничего, население у него. Какие-то там ткачихи составляют большинство. Так, и наконец, вот в Ленинградском тоже пакетике. Пластинка. Самара-городок. Роза Багланова. Самара-городок мне песня нравится. А Розу Багланову я не знаю. И на другой стороне Танцуй-Танцуй. Словацкая плясовая. Исполняется на словацком языке. И опять же, это наша полиглотка Роза Багланова. Вот. Но самое интересное, вот такой вот конвертик. Мне достался там, где эти пластинки продавать. Почему я там задержался? Я думаю, что там такое? Написано. Игла на 78, обороты 33. О, как! А там, оказывается, вот такие замечательные... Друзья, помните открытки? Поздравления звуковые. Был раньше такой вид, так сказать, общения. Писали звуковую открытку. И, может быть, там даже... Можно было даже писать с микрофона свою речку. Поздравлюха, не только музыку. Вот такие, вот такие, вот такие вот. Самоописанные пластиночки. Их получается раз, два, три, четыре. Вот. Послушаем потом. Обязательно. Я полагаю, обязательно. Вот такие интересные покупочки. То есть, уже не зря на рынок сходил. Также, помимо этого... Так, ну, это можно и смотреть. Это хостовары. Там недорого продается клей. Момент. Моментальной батарейки. Всякая такая полезная в быту мелочевка. Так. Что еще? Ну, купил два венча. А, дурацкая. Тело, конечно. В свое время два венчестера продал. Или три даже неисправных. А сейчас что-то нашел на Алиэкспресс драйвер для диска венчестера. То есть, можно запустить, чтобы он вращался с нормальной скоростью и оборотами. И вот решил купить за 100 рублей вот эти два венча старинных. Хочу сделать маленький наждачок, заточный станочек из венчестера. Пришлось покупать, потому что своих негодных уже не осталось. А эти, кстати, на 60 гигабайт. Как уверял продавец, они оба живые. А этот на 80, по-моему, гигабайт. Ну, 80 гигабайт и 60 гигабайт. Ага. Бывает какая-нибудь формашка интересная. Короче, посмотрим. А, кстати, забыл сказать, когда пластинки покупал, бонусом мне отдали вот такую замечательную, правда, всего лишь почти обложку. Записная книжка офицера. Записная книжка офицера 1967 года. Вот положу ее в полевую сумку, которую купил в прошлый раз на рынке. Люблю вот эти гравитеты. Тут даже, видите, ушко записной книжки под карандаш, чтобы офицер не потерял его. Но, правда, офицер, видимо, активно ее пользовался. И тут осталось всего несколько листов в этой записной книжке. Событие явления. Ах, какая класс. То есть, видимо, событие случилось или явление произошло. Вырвал лист, выкинул. Событие. Так и написано. Событие явления. Явилось, я помню, чудное явление. Передо мной явился ты. Так, дальше что я купил еще интересного. Так, все к батарейкам относятся. Вот такой непонятный мне самому прибор. И продавцам тоже. Где, где, где от него часть другая. Вот такой непонятный никому прибор был, но и приобретен. Кто знает, что это такое, подскажите. Маленькая коробочка. Большая коробочка. Маленькая, с красной какой-то фигней снизу. И написано на ней сирена на большой коробочке. А у нее идет такой двухжильный, да? Или нет, даже, по-моему, больше. Раз, два, трехжильный провод на другую коробочку, на которой написано сирена. Артемный, да? Не знаю, что это такое. Будем разбираться с этой сиреной. Так, потом я купил. Друзья, за какие-то копейки. Вообще, вот такой потрясающий вещь у меня есть. Немножко техники. Люблю вот эти милитари-машинки. Так, а в данном случае, это моя прямая профессиональная, так сказать, тема. Ракетные войска стратегического назначения. И, судя по количеству колес, их шесть штук. Эта машинка изображает из себя ракетовоз. Но, правда, несколько все не в масштабе. Включается. Система еще первая, первого нашего грунтового мобильного комплекса. Это был Пионер. СС-20. Пионер. Шесть колес на мазу. И вот ракета. Ну, так, сувенирчик приятный. Чего не купить-то было за 50 рублей? Так. И, наконец, друзья, самое интересное, что мне удалось сегодня приобрести на рынке. Вау, вау, вау. С большой радостью хвастаюсь и похваляюсь. Ну-ка, быстро догадайся, что это такое. Давно хотел его заиметь. Да, это именно он. Первый. Отечественный кассетный магнитофон по имени Десна. Да, полностью копирующий тот еще Филипс, практически полностью, который, так сказать, был родоначальником этих магнитофонов под компакт-кассету, которая у нас называлась МК-60. В кожаном чехле, в таком, натуральная кожа, толстая, буйволовая. Все работает. Вот, видимо, всего одна. Немного управления был. Пуск, перемотка влево, перемотка вправо. Вот такая вот, надеюсь, от регулятора громкости. Все такое еще пасконное, дубовое. Хорошо хоть входы такие конкретные, пятидиновые, нормальные, привычные. Вот, конечно, он, скорее всего, не рабочий. Индикатор такой замечательный. Посмотрите, уровень записи потрясающий. Вот, конечно, скорее всего, не рабочий. Потому что у меня есть спутники различные, все такое. А вот Десну я всегда хотел купить. Я еще и футляр в родном. Правда, футляр несколько пострадал. Но мы ему ремонт дадим. И я думаю, все будет хорошо. Здесь мешки должны быть. В общем, магнитофон Десна займет достойное место после ремонта моей коллекции. А на этом, собственно говоря, все. Все, чем я хотел похвастаться. Радуйтесь вместе со мной. Оставайтесь на канале. Всегда с вами Сергей. Пока-пока. Извините за эти дурацкие дрынь-брынь звуки аккорда гитары. Не могу отключаться в пароводе. Бывают полезнейшие какие-то важнейшие сообщения шлют. Все, на связи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok